Всем привет, ребята! Ну что, давайте поговорим про состоявшийся матч в Кубке России между Московским Динамо и Спартаком. Матч закончился просто сокрушительной победой Московского Динамо со счетом 3-0. Кто-то будет говорить, как ты можешь говорить о таком счете и говорить сокрушительной. Ну, потому что по статистике матча, по игровым моментам, там мог счет быть и 10-0. Поэтому я говорю, что это сокрушительная победа Московского Динамо. Прежде чем говорить о матче или там излагать какие-то идеи об этом матче, кто виноват или что делать, давайте просто посмотрим статистику этого матча. Вот это вот статистика. Игжи. Сколько у Спартака Игжи? 0,18. У Динамо 2,96. Вы знаете, я вот даже не знаю, у каких команд я видел Игжи 0,18. Ну, не знаю просто. Вот. Наверное, даже если, допустим, какой-то Манчестер Сити играет там с какой-то командой с 4-ой лиги Англии. Вот, допустим, у них есть Кубок Лиги, да? И вот какая-то там полулюбительская любительская команда с пивняка пробилась, чтобы играть с Манчестер Сити. Вы знаете, там у этой полулюбительской команды с пивняка, с Манчестер Сити будет больше Игжи, чем 0,18. Я такого показателя 0,18, 0,18 я никогда не видел. Просто никогда не видел. Вот. Ну, по ударам, по воротам, по ударствору. 15-1 ударствор. 15-1 в пользу Динамо. Вот. А про момент, если говорить, да, то у московского Динамо их было, ну, просто невероятное количество. Максименко обновил свой рекорд по лучшему матчу. Этот матч Максименко был лучшим его в карьере. Просто лучшим в этом карьере. Если Максименко бы так играл с Крыльевым Советом, то Спартак бы точно не проиграл. Вот. Потому что московское Динамо должно было по моменту выиграть. Ну, ребят, 9-0 где-то. 9-0 должен быть счет. Но честно скажу. Вот. Теперь кто-то скажет, что там у Спартака был второй состав или полуторный состав. Они были на первом месте. Это их не интересовало результат. Но я вам скажу, ребят, во-первых, там у меня был полуторным или вторым составом. Во втором тайме и Промыск вышли. Многие лидеры вышли. Ван Донго вышел. Вот. Это вообще-то основа. Да. И нельзя сказать, что там совсем был слабый состав Спартака. Зиньковский играл с первых минут, между прочим. Вот. Максименко тоже вроде как основной воротарь. Тоже играл, хорошо сыграл. Вот. Я не скажу, что это какой-то там левый состав. И вот они не хотели играть. теперь по поводу того, что Спартака находится на первом месте в групповом тайме Кубка России, им не нужен был этот матч. Ну, вообще-то это московское дерби. И там, в принципе, не важно, кто на каком месте находится. В принципе, не важно. Вот. Конечно, Спартак хотел выиграть. Словно говоря, да, они хотели выиграть, но они проиграли в Дреск. Вы знаете, я скажу так, это самая слабая игра Спартака на язом в прошедшие пять лет. Просто меня вот это поражает, это их показатель ИКЖ Спартака 0.18. Ну, это, конечно, пиздец. Вот. Да и по игре там, конечно же, Динамо должны были просто выносить их в поле. Они и так их вынесли 3.0. Но это очень благоприятный счет для Спартака в этом матче. Ну, вот. Теперь главный вопрос. Переходим к главным вопросам. А почему? Что случилось со Спартаком? Почему они проиграют? То есть, если кто не понимает, в прошлом матче Спартак проиграл крыльем 4.0, а в этом матче они проиграли московского Динамо 3.0. То есть, два матча с общим счетом 7.0. Они проиграли. Вот. Почему так происходит? Да, ответ очень прост. Игроки плавят обоскали. Я не оставляю ни одного процента на то, что это просто так. Там Боскаль их не настроил. Кто-то там плохо играет, схема неправильная. Просто игроки не хотят играть. Они просто не хотят. Вот просто ходят, а он им говорит, схему выставляет обоскали. Они просто не хотят играть. Это такое бывает. В футболе такое часто бывает. Просто это называется саботаж. То есть, игроки специально делают плохо свою работу. Ну вот я лучше не могу делать. Повторяю, главный вопрос это к джики. Скорее всего, это он зател эту бучу. Я повторяю, я не оставляю ни одного шанса, что это просто так спартак перестал играть. Нет. Это игроки плавят тренинг. Сейчас они проиграли 4-0 крыльям. Сейчас они проиграли 3-0 3-0 они проиграли московскому 1-0 и сейчас проиграли даже без ССК. И все. И все будут рады. Это не первый раз, когда игроки Спартака плавят тренера. Тот же Глушаков плавил карреру и сплавили же. Вот. Так что в Спартаке это абсолютно нормально. Ну а что они говорят, ну давайте с новым тренером будем чего-то играть, добиваться. Но то, что игроки плавят тренера абсолютно точно. просто никаких вопросов даже не возникает. Понимаете, ребята, вот я допустим тренер или вы тренер, абсолютно не важно какую мы схему выберем на матч. Абсолютно не важно. Там с тремя защитниками, с двумя защитниками, с пятермя защитниками, с одним защитником. Вот на поле играют футболисты. Просто выходят и при любой схеме они играют. кто-то плохо играет, кто-то хорошо играет. А есть такие моменты, они просто не играют. Это был момент со Спартаком. Просто не хотят играть. Не важно какая схема, не важно что ты говоришь игрокам. Они не хотят играть. Они специально не хотят играть. Вот поэтому такая история. Что делать? Я считаю нужно следующее. Надо генеральным директором Спартака выйти на пресс-конференцию вместе с Абаскалием и сказать мы полностью доверяем Абаскалию и даже если Спартак в следующие 20 матчей проиграет и не забьет ни одного мяча, мы все равно будем доверять Абаскалию. Мы будем строить с ним будущий Спартак. да мы возможно будем проигрывать да возможно мы не займем призовое место в чемпионате России или выйти из кубка но мы полностью доверяем Абаскалию и Абаскаль будет строить наш Спартак в этом году и через год и через два чтобы все знали об этом. Вот для чего это сделать чтобы игроки поняли что руководство клуба выбрал сторону тренера и чтобы игроки выбили из себя всю эту дурь только так можно победить эту революцию этот путь вот поэтому вот что должен сделать генеральный директор Спартака Малыша выйти и сказать что мы полностью доверяем Абаскалю вот только после этого игроки поймут что Абаскаль они снимут что руководство с ним будет до конца и что нужно начинать играть что нового тренера не будет вот только так можно избежать этого кризиса поверьте мне вот ну а если Малышев это не сделает да я уверен что он это не сделает то Спартак будет проигрывать и последующий матч и следующий проигранный матч будет с ССК всем пока